Лето это классно, но лично я нахожу в этом времени года два больших минуса. Первый это жара, я ее не люблю. И второй это конечно же комары, потому что они реально очень часто портят нам жизнь. Причем бесит не столько их укус, а вот это вот жужжание, да, когда вот он подлетает к твоему уху и... Ладно, давайте быстрее начнем это мерзкое видео, чтобы оно быстрее закончилось. Это 10 интересных фактов о комарах. Только самки комара кусаются и пьют кровь. Самцы же совершенно безобидны и питаются только нектаром растений. Комары, вернее комарихи, кусают людей вовсе не потому, что хотят есть. Питаются они нектаром, а наша кофе нужна для того, чтобы выносить потомство, потому что в нашей крови есть белок и все необходимое для роста здорового комариного организма. Комар машет своими крыльями со скоростью 500 взмахов в секунду. Именно поэтому он издает такой неприятный пронизывающий звук. Когда самец и самка комара встречают друг друга и начинают спариваться, их крылья синхронизируются, и они начинают махать ими в унисон с одинаковой частотой. Это очень-очень романтично. Комар находит своих жертв благодаря тому, что чувствует углекислый газ, который мы выделяем через дыхание. Также он чувствует запах пота. Все это комар способен учуять на расстоянии в несколько сотен метров. У комаров есть удивительная способность. Во время дождя они ловко уворачиваются от водяных капель, и таким образом дождь никак им не вредит. Но при этом, если во время дождя комар сядет на какую-то поверхность, то его сразу же смоет и он умрет. Комары чаще кусают женщин, чем мужчин. Это связано с тем, что гормональный состав женской крови подходит им больше. Кстати, комары предпочитают блондинок. Они кусают их гораздо чаще, чем брюнеток и шатенок. В полнолуние активируются не только вампиры, зомби и прочие нечи. Исследования показали, что в полнолуние активность комаров увеличивается примерно в 5 раз. Когда ученые открыли существование СПИДа, у них были серьезные опасения по поводу того, что комары могут быть переносчиками этого вируса. Но, к счастью, комары не могут заразить вас СПИДом. Дело в том, что сытый напившийся крови комар второй раз не кусает. К тому же этот вирус не может жить в теле комара, и попав туда, вскоре умирает. Но при всем при этом, комары, а точнее москиты, живущие в жарких странах, являются самыми смертоносными существами на нашей планете. Они переносят малярию, лихорадку и другие заболевания, от которых каждый год на нашей планете гибнет больше людей, чем от всех остальных животных и насекомых вместе взятых. Как вы спасаетесь от комаров? Спреи, мази, приложения в телефоне, или может быть вам удается ловить их прямо в воздухе? Пишите свои способы в комментариях. Также для общего развития советую вам посмотреть мои видео с интересными фактами про пауков и про болезни. Ссылки на эти ролики на экране в аннотации, а также в описании под этим видео. На этом все. Спасибо вам за просмотр. Обязательно поставьте мне лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить другие интересные ролики. С вами был Демиос. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok